Доброе утро! С новостями на канале ОТС Александр Журбин в этом выпуске вы узнаете о новых коронавирусных ограничениях в регионе, сколько катков зальют этой зимой в Новосибирске и какое важное событие произошло в Болотнинской центральной районной больнице. В Новосибирской области начали действовать новые коронавирусные ограничения. С сегодняшнего дня при посещении заведений общепита необходимо предъявлять QR-код, подтверждающий вакцинацию от COVID-19. Показать его можно на электронном носителе, либо в бумажном виде. Также можно предъявить справку о противопоказаниях коммунизации, о перенесенной болезни, либо отрицательный результат ПЦР-теста. Во всех случаях при себе необходимо иметь паспорт. Установленные ограничения не распространяются на лиц, не достигших 18 лет. Кроме того, QR-код с сегодняшнего дня необходимо предъявлять при посещении культурных и спортивных мероприятий, фитнес-клубов, кинотеатров, детских развлекательных центров, бас-отдыха и санаториев, если количество гостей в таких учреждениях и заведениях превышает 100 человек. Также с сегодняшнего дня работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим занятости невакцинированных сотрудников в возрасте 60 лет и старше и лиц, имеющих хронические заболевания, чтобы в течение месяца они смогли пройти иммунизацию от коронавируса. В Новосибирске этой зимой появится 8 новых площадок для катания на коньках, а общее их количество достигнет почти 50. Уже началась подготовка катков на стадионе Чкаловец, в Нарымском сквере и на площади напротив Новата. На ледовых площадках расширяют штат сезонных сотрудников, развозят необходимые инструменты, шланги, скребки, лопаты и многое другое. Формируют снежное основание 42 хоккейных коробок во дворах, а когда установятся стабильные низкие температуры воздуха, начнут заливать лед. Болотнинская центральная районная больница обновляет автопарк. Это делают в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области. Ранее медики уже получили два автомобиля, а накануне привезли еще одну. Подробности у моих коллег. Его называют «Крокодил». Новый УАЗ-профи пришел на смену старым «Газелям». Автомобилей именно такой модификации в Болотнинском районе еще не было. Особенность – это внутреннее оснащение, которое отвечает всем современным медицинским требованиям. Дефибрилляторы, электрокардиограф новый, аппарат ИВЛ для искусственной вентиляции легких. Что у нас здесь? Родовые укладки. Укладки для термоконтейнера, чтобы и в холод, и в жару, то есть растворы для инфузионной терапии находились в одном и том же температурном режиме. Шины для транспортной мобилизации при травмах, при переломах, при автодорожках очень актуальны. Еще одна отличительная черта нового автомобиля – это его вместительность. Сотрудники скорой помощи отмечают – отработать смену в нем будет гораздо комфортнее, чем в прежнем УАЗе-Буханке. Очень хорошо, что автомобиль у нас высокий, выше, чем как у УАЗ у нас был. То есть низковато маленько. А здесь как бы и для инфузии очень хорошо, что места очень много до пациента, высота достаточно большая. Ну, в принципе, я думаю, что все мои фельдшера будут довольны, работая на новом автомобиле. Думаю, что и пациенты тоже останутся довольны. Изготовители автомобиля также позаботились и о рабочем месте водителя. Оно стало более удобным. Появилась возможность регулировки сиденья и спинки кресла. Кроме того, под капотом – мощный современный двигатель. Мотор ЗМЗ 150-сильный, с электронной дроссельной заслонкой, уже евро пятого поколения. Ну, более экологичный получается. Более мощный, чем раньше были двигатели. Даже той же самой 406-й серии. Это уже 409-я серия. У него повышенный крутящий момент. Он более тяговитый, этот двигатель. И для ее веса, то есть у нее масса 3,5 тонны почти, что довольно-таки много. Ну, ей должно быть полегче с этим двигателем. Эта машина – настоящая реанимация на колесах, которая не боится плохих дорог. Каждый автомобиль с оборудованием стоит около 3 миллионов рублей. Теперь центральная районная больница располагает тремя новыми машинами. Поэтому есть возможность списать старый парк. Сегодня эти машины отправлены на заслуженный отдых. За 9 лет они прошли более полумиллиона километров. Они были на линии и в дождь, и в снег, невзирая на погоду. Кристина Семерякова, Андрей Новоселов, Новости ОТС. Почти 2000 жителей аварийных домов переедут в новостройки в этом году. В Новосибирской области продолжается ускоренная реализация региональной программы переселения. До сегодня въехали в благоустроенные квартиры уже более 700 жителей. Однако большая часть получит жилье в конце года, когда начнут активно вводить в эксплуатацию новостройки. Только за последние два года расселили 3,5 тысячи человек, что на 40% выше запланированных показателей. Однако, по данным регионального министерства ЖКХ и энергетики, в подлежащих сносу домах все еще проживает более 20 тысяч жителей региона. Производители России представили свои новинки в рамках крупнейшей международной агропромышленной выставки «Сибирская аграрная неделя». В течение трех дней представители из России, ближнего и дальнего зарубежья продемонстрируют современную сельскохозяйственную технику, оборудование и материалы для животноводства и растеневодства. Выставка проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Кроме того, запланирована и деловая программа, где эксперты расскажут о самых последних разработках и технологических решениях в сфере агропромышленного комплекса. Жители Новосибирской области могут получить финансовую помощь. Семьи с низким доходом или находящиеся в трудной жизненной ситуации могут заключить с регионом социальный контракт. По нему людям выделяют деньги, которые можно потратить на получение образования, подсобное хозяйство или на развитие предпринимательской деятельности. Тему продолжит Екатерина Новгородцева. Теляд семья Федяниных завела недавно. Вес животные набирают быстро. Деньги на покупку Министада получили от государства по социальному контракту – 100 тысяч рублей. Построил сарай для того, чтобы вообще не планировалось никого заводить для вещей, так скажем. Дома стройка идет, тут собрались складывать. Ну а жена говорит, что в соцзащите есть такая программа. А я давно хотел бычков, ну завести, смысл в деревне жить, ничего не держать. Ну и все, как бы, давай попробуем, попробовали, получилось. В будущем планируют построить еще один сарай и докупить животных. На этот раз не только быков, но и коров. Покупка крупного рогатого скота – один из самых популярных запросов. Всего уже заключили 701 социальный контракт на развитие личного подсобного хозяйства. Сейчас жители области могут воспользоваться соцконтрактом не только на трудную жизненную ситуацию, также на поиск работы и обучения, могут использовать на приобретение личного подсобного хозяйства, либо на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности. В текущем году у нас порядка 9 тысяч граждан воспользуются данной мерой поддержки. На предпринимательскую деятельность заключили 1181 контракт. Среди них, например, парикмахерские услуги, монтажно-строительные работы, розничная торговля, швейное производство. Так житель Искитимского района организовал курьерскую службу. В августе мы уже выделили ему вот эти вот 250 тысяч. В сентябре он принес уже полный финансовый отчет. Он приобрел автомобиль легковой на эти деньги, не новый, бэушный, и как бы начал свою деятельность. Отчеты он у нас регулярно приносит там по социальному контракту. Нужно раз в месяц потом отчитываться еще о своей деятельности. В рамках программы в регионе уже несколько лет проходит благотворительная акция «Социальный контракт помог нашей семье, а мы поможем другим семьям». 30 участников поддерживают одиноких пожилых соседей продуктами собственного производства. Екатерина Новгородцева, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Около половины новосибирцев не берут больничные из-за страха потерять в доходах. В этом признали 48% горожан, опрошенных специалистами сервиса по поиску работы. Также люди не оформляют лески временной нетрудоспособности из-за боязни потерять место заработка, возможных проблемах с руководством или из-за нежелания стать в очередях поликлиник. Кроме того, стало известно, что женщины в период коронавирусной пандемии берут больничные чаще мужчин. Сегодня в Первомайском районе откроется общегородская универсальная ярмарка. Работать она будет с 9 утра до 6 вечера возле здания районной администрации. На ярмарке представлены более полусотни организаций пищевой и перерабатывающей промышленности. Принимают участие сельхозпроизводители и владельцы крестьянско-фермерских хозяйств. Они предложат новосибирцам приобрести свою продукцию по сниженным ценам. Различные происшествия могут случиться из-за погодных условий в Новосибирской области. В регионе в ближайшие дни ожидается порывистый ветер, перепады температур от плюс 4 до минус 13 градусов, мокрый снег и гололедные явления. Об этом предупредили в МЧС. Чтобы предотвратить аварии на дорогах, водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию между машинами. Кроме того, лучше не парковать автомобили под старыми ветхими деревьями и плохо закрепленными конструкциями. Пешеходам следует внимательно передвигаться вблизи домов и зданий, с крыш которых может упасть снег. При возникновении экстренных ситуаций необходимо звонить по номеру 112. В Новосибирске стартовал Всероссийский фестиваль «Наука-0+.» За историю существования этого крупнейшего в мире научно-просветительского проекта именно Новосибирская область 10 раз получила статус «Центральной региональной площадки». С подробностями Станислав Блинов. В этом году фестиваль проходит в гибридном формате. Это значит, что часть мероприятий будет транслироваться в режиме онлайн. Но некоторые разработки новосибирских ученых можно в прямом смысле потрогать руками. Одна из перспективных разработок, представленных в рамках фестиваля «Наука-0+,» — уникальная, единственная в мире действующая модель циклолета. Это беспилотный летательный аппарат. Привычные винты ему заменяют вот такие лопасти движителя, которые могут создавать тягу в разных направлениях. Исследования показали, по сравнению с обычными моделями, эта разработка более эффективна. То есть она может лететь дальше, перевозить больший груз и производит меньше шума. Аппарат и систему управления разрабатывали в Институте теплофизики практически с нуля. Сама концепция таких циклических движителей известна давно. Но собрать управляемую летающую модель стало возможно только сейчас. Такие аппараты не летали только потому, что ими сложно управлять. И научились они летать только благодаря развитию автоматики и электронной вычислительной техники. В программе фестиваля интеллектуальные игры, выставки и классные часы — показы научно-просветительских фильмов и чтения лекций. Сегодня вы, дорогие друзья, молодые, уже состоявшиеся в науке ученые, выходите к тем, кто в скором будущем может стать вашими учениками, вашими последователями. К тем, кто через 5-10 лет будет работать над задачами, которые вы сейчас считаете стратегическими. Если в 2006 году фестиваль посетили около 20 тысяч человек, то в прошлом году их количество перевалило за 15 миллионов. Участником можно стать, просто подключившись к онлайн-трансляции. Мне кажется, что это понимание Вселенной как чего-то очень сложного, но при этом очень интересного, оно нужно каждому человеку, вне зависимости от того, он будет ученым, врачом, инженером, водителем, продавцом, домохозяйкой, кем угодно. А главной площадкой фестиваля в Новосибирской области традиционно стала публичная научно-техническая библиотека. Вот это основное назначение, работать для науки, популяризировать науку, вовлекать в науку будущих, может быть, молодых ученых, читателей и так далее, библиотека продолжает выполнять. Всероссийский фестиваль «Наука-0 плюс» будет проходить на территории региона с 11 до 21 ноября. Станислав Блинов, Александр Миняйло, Новости ОТС. В регионе продолжается прививочная кампания от коронавирусной инфекции. В ТРЦ «Аура» возобновил работу пункт вакцинации. На базе государственных медицинских организаций развернуты пункты вакцинопрофилактики, работают мобильные прививочные бригады, которые выезжают в трудовые коллективы и на дом к маломобильным людям. Записаться на прививку можно по телефонам колл-центров поликлиник, на едином портале госуслуги и по номеру единой регистратуры. Оперативную информацию о размещении пунктов вакцинации и их работе можно узнать по телефонам 112 и 124. Также она размещена на официальном сайте города. В Новосибирске вырос спрос на аренду коммерческих площадей. В третьем квартале прирост 25%. Это выяснили аналитики сайта объявлений Авито. Самыми востребованными форматами у предпринимателей стали помещения свободного назначения, торговые площади и офисы. Суммарно на них пришлось примерно три четверти всех запросов арендаторов. Сегодня в Новосибирске открывается фестиваль «Сверхновая книга». В город приедут представители 45 российских издательств. Публики покажут новинки разных жанров. Запланированы дискуссии, лекции, творческие встречи с писателями и поэтами. Среди гостей фестиваля Александр Пелевин. Он представит роман «Псков-17». Ждут также автора мистических трейлеров Шамиля Идаутилина, научного журналиста Асю Казанцеву и других гостей. В рамках фестиваля актеры Первого театра прочитают пьесу от отбоя до подъема. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова